Расселить в никуда рассчитывала Биробиджанская мэрия жителей дома номер 40 по улице Пионерской. Три оставшихся семьи должны были покинуть свои квартиры и получить ключи от новых 31 августа. Однако до сдачи новостройки в эксплуатацию еще далеко. Роман Миронов продолжит. Без окон, без дверей, полногорница бомжей. Полуразрушенный барак уже давно облюбовали бездомные. А между тем здесь до сих пор проживают три семьи. В брошенных квартирах спилены радиаторы, нарушена система отопления. Тем временем близится сезон холодов. К слову, срок расселения людей уже давно истек, но мэрия собирается готовить деревяшку к зиме. Сейчас сделан тепловой контор в своих квартирах, забитый. То есть не так вот сейчас, дощечками, а полностью все утеплено. Вы представляете, сколько денег надо, чтобы утеплить стены? Не стены утеплилили. Это в воздух. Деньги в воздух. Представители мэрии, активисты Общероссийского народного фронта, сотрудники прокуратуры и МЧС. Комплексная проверка проводится повторно. В том, что жить в доме невозможно, а зимовать опасно для жизни, специалисты всех служб убедились еще при первом визите. Тогда чиновники заверили, людей пересерят уже в ближайшее время. До 31 августа планируется дом завершить. Там уже отделаны три этажа, оштукатурены, электрика отделана. То есть сейчас ведутся завершающие строительные работы. В районе Московской 2. На календаре конец сентября, а жители продолжают ждать ключи от новых квартир и слушать обещания от муниципальных властей. На сегодняшний день, по словам представителя мэрии, конкретных сроков расселения трех оставшихся в ветхом доме семей и вовсе нет. Прокурора города такой ответ не устроил. В течение ближайших двух дней мы сейчас проведем проверку. Мы истребуем соответствующие документы. Мы проведем обследование со специалистами. И результатом нашей проверки будет, как минимум, это внесенное представление в адрес мэрии по факту того, что людей своевременно не расселили из ветхого жилья. Мы будем решать вопрос, инициировать перед мэрией вопрос о расселении граждан из этого дома в пункты либо временного размещения граждан, либо в выделение специализированного жилого фонда. А это уже тот самый дом, куда должны переселить людей с Пионерской 40. Работы здесь далеки до завершения. Идет утепление стен, окна до сих пор не вставлены, крыши нет. Строительство началось летом, а значит, перед застройщиком поставили фактически невыполнимую задачу – с нуля возвести и сдать дом меньше, чем за три месяца. Компанию по закону ждут штрафные санкции, а вот муниципальные власти темпами выполнения работ довольны. Месяц назад только заканчивались работы по возведению каркаса здания. То есть на сегодняшний день. Смотри, какая проведена работа. То есть на месте не стоит застройщик. Все силы брошены на данные объекты. Материала хватает. Работают они до конца светового дня. То, что эти слова резко расходятся с заявлением начальника управления ЖК Хабиробиджанской мэрии, Евгений Шинкевич комментировать отказался. Впрочем, остались без ответа и некоторые вопросы активистов регионального отделения ОНФ. Эта встреча, скорее всего, финальной не станет. Точка будет поставлена лишь тогда, когда жильцы многострадального дома въедут в новые квартиры. Мы будем и дальше держать это на контроле. И будем в дальнейшем проводить мероприятия все, что касается данного переселения. Программа по переселению из ветхого и аварийного жилья официально завершилась 1 сентября. Ситуация с домом номер 40 по улице Пионерской привела к ее фактическому срыву. Виновных в этом установят после проверки надзорных органов. Роман Миронов, Сергей Голубев, Вести, Биробиджан.